Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Смотрите сегодня выпуски. Один звонок до помощи. Службе 112 исполнилось 5 лет. Главная задача системы – оказание экстренной помощи гражданам. 3500 квадратных метров в селе Чапаевском завершается строительство современного физкультурно-здоровительного комплекса. Девять общественных территорий в четырех муниципальных образованиях. Стартовало голосование за благоустройство общественных территорий. 875 тысяч мальков лосося. Русгидра выпустила в Верховье Кубани царскую рыбу. Данная работа направлена на пополнение рыбных ресурсов в прехарачево-черкесии. Сегодня Центр обработки вызовов системы 112 отмечает свой первый юбилей. Это молодая служба, но за этот период помогла многим. Оперативно, вежливо и корректно, каким бы ни было состояние собеседника, принять вызов. Это непросто, но главная функция специалиста службы – помогать людям. Психологически сложно, но возможно. В этом убедилась Альбина Ламкова. Оператор 112, что у вас случилось? Населенный пункт, где вы проживаете? 28 лет Алла Дробязко дала службе диспетчера. Из них 5 лет она работает в Центре обработки вызовов системы 112. Это тот случай, когда человек нашел свое призвание в жизни. Главное качество специалиста службы – стрессоустойчивость, внимательность и быстрая реакция на звонок. Имея такой опыт за плечами, Алла Ивановна не только научилась максимально быстро и грамотно реагировать на экстренные вызовы, справляться собственными эмоциями, но и обучила не одну группу операторов. Кто звонит, плачет, кто звонит, кричит, кто звонит и замыкается, не знает, что сказать дальше, как обращаться. Ну вот обучаем наших операторов, чтобы они были готовы к приему всех таких вызовов. Поэтому человек, который работает оператором службы 112, не должен подпадать под впечатление. Без эмоций быстро понять причину звонка. Все это приходит с годами. Темы обращений разные и все о помощи. Есть те, которые волей и неволей оставляют отпечаток в памяти. Говорит Алла Ивановна, вспоминая недавний звонок. Обратилась женщина в состоянии паники. Ее ребенок задыхался. Время шло на секунды. Даже минуты не прошло, второй вызов от нее идет и попадает на меня. И она уже кричит, что ребенок перестал дышать. И тогда быстро этот вызов приняли. Быстро стали звонить на скорую, чтобы они ускорили свой выезд. Они сказали, что скорой передадут, чтобы они ехали быстро, с сиреной. И все. Вот такой случай. Да, успели. В день юбилея Центра обработки вызова в системе 112 труд Аллы Ивановны был отмечен. Как и большинство ее коллег пришли поздравить виновников торжества из разных ведомств республики. Мы все знаем, что служба спасения, вызов 112 для каждого человека, когда он набирает этот номер, это что-то такое трудное или что-то произошло. И вы всегда рядом. Быстро, грамотно и оперативно принять вызовы и назначить службу. Основная задача оператора, говорит директор Центра гражданской защиты Борис Белайпанов. На сегодняшний день в структуре ведомства пять смен. В сутки через четыре заступает по восемь человек. В их состав входят в обязательном порядке психологи, переводчики с английского языка и инженеры, для того, чтобы система работала бесперебойно. Есть нормативы по количеству штатных сотрудников. Каждый год его увеличивают. А во время пандемии, кроме основных обязанностей, служба активно работала, оказывая помощь населению и принимала вызовы по номеру 122. Мы надеемся, что в ближайшее время мы доведем штат сотрудников до нормы положенности. На нашу республику положено 12 человек в смене. Для нас всех цель как можно быстрее отправить тех специалистов, тех экспертов, которые помогают нашему населению, чтобы минимизировать, так сказать, потери и различные негативные влияния. Колоссально тяжелый труд. Ни один звонок не должен остаться незамеченным. Каждое обращение должно быть грамотно отработано, отметил директор Республиканского центра медицины катастрофы и скорой медицинской помощи Анзорохтов. Не понаслышке знаю ту нагрузку, которую вы несете в этом направлении. Мы с такой же нагрузкой сталкиваемся и сами у себя на работе. Поэтому в первую очередь хотелось бы пожелать вам терпения. Надо отрабатывать все это психологически и пропускать все это через себя. Звонки поступают самые разнообразные. Вы должны в максимально короткие сроки успеть все это принять. За пять лет операторами центра обработки вызовов системы 112 поступило более миллиона звонков. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Корчаево, Черкесия. В селе Чапаевское Прикубанского района завершается строительство современного физкультурно-здоровительного комплекса. Ход работ спортивного объекта проинспектировал первый заместитель председателя Народного собрания Республики Дагирс Макуев. Репортаж Алибаташева. Общая площадь объекта 3500 квадратных метров. Спорткомплекс включает в себя универсальный зал для занятий и соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, теннису. Здесь будут располагаться тренажерный зал и зал для занятий единоборствами. Помимо этого в ФОКе предусмотрены комнаты для тренеров, кабинет врача, другие административные и технические помещения. Важно, что в комплексе будут созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Строительство объекта началось в декабре 2020 года. О ходе и завершении строительных работ рассказал подрядчик Заур Джелешхов. Да, все у нас как должно быть. И с техникой проблем нет, и с людьми все работает. Ну, как говорим, я думаю, уже все, подходим к концу. Вроде бы все нормально у нас. С какими трудностями может быть стал? Это поставка стройматериалов или еще что-то. Нет, трудности бывают только, когда у нас по погодные условия только бывают трудности. Вот так, остальное все у нас проходит нормально. Строительные работы ведутся качественно. В этом убедился первый заместитель председателя парламента Дагир Смакуев. В комиссии, осматривающий объект, представители Министерства строительства и ЖКХ Республики, депутат Народного собрания Фатима Карданова, работники Дирекции капитального строительства, администрации Прикубанского района. К сроку подрядчик не смог сдать, потому что были колебания по стоимости. Это мы много раз проговаривали. Но сейчас мы видим уже готовность очень на высоком уровне. Буквально до конца месяца этого апреля подрядчик обещает завершить все работы. И детишки уже зайдут в этот зал, будут нормально развиваться. Я лично доволен увиденным. Я думал, чуть хуже, когда были разговоры о том, что своевременно подрядчик не торопится запускать. А сегодня практически готовность очень высокая. Объект строится в рамках партийного проекта «Детский спорт» и реализация одного из главных направлений народной программы «Партия Единая Россия». Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов призвал жителей республики проголосовать за благоустройство общественных территорий. Всероссийское онлайн-голосование в рамках нацпроекта стартовало 15 апреля. Представлены 9 общественных территорий в 4 муниципальных образованиях. Проголосовать за общественные территории могут всежелающие жители нашего региона в возрасте от 14 лет. Для этого достаточно зайти на сайт 09городсреда.ру и кликнуть на понравившийся объект или дизайн-проект. Голосование продлится до 31 мая. Присоединяйтесь и определите, каким быть нашему населенному пункту. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все это цирковой мизикл на воде «Одиссея». Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюсарт». Доваторцев 39А 43 73 87 20 апреля в Черкесске будет организован общереспубликанский эфтар от главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в ресторанном комплексе «Эдельвейс» в 19.15 и на территории соборной мечети. Помимо этого на площадке перед Республиканским драмтеатром благотворительный фонд «Территория милосердия» также организует праздничный эфтар, куда также могут прийти все желающие. В Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой в литературно-музыкальной гостиной состоялась встреча читателей и студентов Индустриально-технологического колледжа Черкеска с писателями, поэтами, авторами, исполнителями, художниками и мастерами декоративно-прикладного искусства. На мероприятии побывала и Альбина Курочинова-Кенжева. В рамках декады русской литературы, языка и искусства «Родники славянской культуры» успешно прошли экскурсии по выставкам, представляющим книги писателей-юбиляров России и Карачаева-Черкесии, книги-юбиляры 2023 года, издания русских и писателей республики, пишущих на русском языке, книги по истории христианства и казачества на Кавказе. Эти декады проходят в целях сохранения и популяризации литературного и культурного наследия, традиций, обычай, языков народов, проживающих в Карачаево-Черкесской республике. В этом году Дни литературы и искусства народов республики прошли под эгиды родного края облик многолитий, и они посвящены родному языку, традициям и обычаям народов в Карачаево-Черкесии и году педагога и наставника в России. Мастера декоративно-прикладного искусства Татьяна Легкадым и Татьяна Спарелуп через свою выставку познакомили присутствующих с работами, выполненными в различных техниках, и подробнее рассказали студентам о технике джутовой филиграни. А молодая художница, основатель частной художественной галереи Светлана Лесина представила свои картины. В арт-салоне студенты познакомились также с творчеством народного художника Карачаева-Черкесии Николая Григорьевича Кузнецова. Вот библиотека собирает сведения про всех нас, собирает книжки о художниках, о музыкантах, о творческих людях. Наши писатели-поэты дарят библиотеку. Я, конечно, тоже не исключение, тоже какие-то картинки в библиотеке подарил, может быть, еще подарил, потому что у них и в электронном виде сохраняется, и в письменном, и даже можете у них почитать газету «Толбашинские ведомости» за какой-нибудь 25-й год. Автор и исполнитель Александр Гетманов своим творчеством погрузил всех в мир русских былин. Бьется, как стреложный конь, да праведная сеть. Вот этот жизнь умеет порвать, да кого-то обретет. Вот этот брат и святой, да и пусть засветит сам. Видеопрезентация познакомила участников мероприятия с юбилярами этого года. В ходе встречи также звучали русские и казачьи песни в записях местных исполнителей. Демонстрировался фильм «Казачьи обычаи и традиции». Альбина Курочинова-Кенжева, Ислам Мурумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Росгидра выпустила в Верховье Кубани 875 тысяч мальков лосося. Данная работа направлена на пополнение рыбных ресурсов рек Карачаева-Черкесии. Мальки, выращенные до возраста 8-9 месяцев на рыбохозяйственном комплексе в Краснодарском крае, были доставлены к месту выпуска с помощью специально оборудованных автомобилей при строгом соблюдении температуры и количества кислорода в емкостях. Напомним, Карачаево-Черкесский филиал «Росгидра» проводит компенсационные мероприятия с 2011 года. За это время в бассейны рек Кубань-Тиберда-Большой Зеленчук выпущено более 2 миллионов мальков. В связи с проведением профилактических работ на телерадиопередающем центре Черкеска с 19 по 21 апреля с 10 до 17 часов. Возможно, кратковременные перерывы трансляции телеканалов, а также радиостанции «Радио России», «Вести ФМ Маяк». И последнее. Курорты Карачаева-Черкесии вошли в топ-3 самых популярных по посещаемости. Горнолыжный сезон в Донбайе планируют продлить до начала майских каникул. На сегодняшний день для отдыхающих работает 8 канатных дорог, подготовлены горнолыжные трассы, разные категории сложности. Это все «Вести» на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Дорога к счастью». Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Военнослужащие по контракту получают региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Здесь все по-честному. Служи по контракту. Субтитры подогнал «Симон»